Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И с нами на прямой связи сегодня БНСА, ее активист, объявленный в розыск в Латвии. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот латвийская прокуратура хочет, чтобы вас экстрадировали на территорию Латвии, чтобы здесь судить. Пытались, кстати, латвийские органы как-то на вас выходить, вас искать, с вами связываться и требовать, чтобы вы вернулись. Есть какие-то у вас контакты с ними? Ну, в частности, около года тому назад на квартиру, где я жил в Латвии, там сейчас проживает моя мама, приходили письма из полиции безопасности Латвии. Это аналог украинской СБУ. Полиция безопасности была сформирована нацистами в 1940 году. Сейчас она выполняет функции, так скажем, политической полиции. Также приходили ко мне письма из прокуратуры и из суда о том, что на меня были заведены уголовные дела, в частности, за участие в незаконно вооруженных сформированиях на территории иных государств, за призывы к насильственному свержению государственно-экституционного строя Латвии, за призывы к ликвидации независимости Латвии, за призывы к подрыву территориальной целостности Латвии, за призывы к терроризму, за террористическую деятельность и так далее. Все это было связано с моими выступлениями в 2014 году в Крыму и Симферополе, когда я сравнивал захватившую на Украине власть бандеровскую киевскую хунту с латышским этнократическим режимом, который, как вы знаете, тоже проводит жесточайшую дискриминацию русскоязычного населения. В Латвии запрещена коммунистическая партия, запрещена пропаганда коммунистических идей и так далее. За это на меня были заведены уголовные дела. И, соответственно, моя мама пересылала мне эти письма, сканировала их через WhatsApp, Swiber, пересылала их. И я информировал об этом средством массовой информации. И при этом я в публичных письмах заявлял сотрудникам прокуратуры, полиции безопасности и так далее. Сначала я был объявлен в оперативный розыск о том, что в настоящее время я нахожусь в Донбассе, служу в вооруженных силах, также занимаюсь общественно-политической деятельностью, как в Донбассе, так и в России. Ежегодно по два раза в год я езжу в Россию, принимаю участие в митингах, пикетах и так далее. И поэтому приехать на такое разбирательство не могу. И также я считаю, что эти дела, заведенные на меня, это и есть политические репрессии в отношении инакомыслящих. Как мы знаем, Латвия является членом Евросоюза. Она стала членом Евросоюза в 2004 году. Однако во многих демократиях, в большинстве демократических государств есть. Я служил в Великобритании 6 лет, это Франция, Германия и так далее. Существуют коммунистические партии, их несколько и радикального марксистско-ленинского толка, и там оппортунистического, которые пытаются строиться в существующую власть. И при этом на митингах они несут красные флаги, портреты Ленина-Сталина, жестко критикуют существующий на Западе гуржуазный режим, империализм, агрессии у Запада в Ираке, в Афганистане, в Ливии, в Югославии и так далее. Это говорит о том, что Латвия является недемократическим, этнократическим, можно сказать, фашистским государством. Как мы знаем, в Германии, при приходе ко власти фашистов, была запрещена компания. Также вот в Латвии, Литве, Эстонии, также, как мы знаем, она запрещена нынешней Бандеровской Украине. И Латвия, в частности, даже политика латвийской власти полностью противоречит основным демократическим принципам той же Европы. Например, Латвия до сих пор не расифицировала и нарушат ее конвенцию по правам комбинации Совета Европы по правам на отменьшить. В Латвии более 40% русскоязычных жителей, но они, так скажем, русский язык не являются государственным языком. Сейчас уничтожаются школы с русским языком обучения в Латвии. В Латвии более 500 тысяч граждан, то есть людей, которые живут в Латвии, платят налоги, там, работают, но они при этом не имеют права участвовать в выборах в парламенте, не имеют права работать по ряду профессий, например, капитал морского судна и так далее. Вот, Ая, вы говорите о том, что Латвия, ну, вы сравниваете с фашистским режимом, но это ведь такие манипулятивные приемы, потому что все-таки, несмотря на определенные проблемы, аналогии с гитлеровской Германией или с нацистской Германией, или там с фашистской Италией, все-таки они очень хромают, потому что легко подвести, найти какие-то дискомбинационные формы и сказать о том, что вот, это фашизм. Но это ведь далеко не так, согласитесь, все-таки. Это такое слишком упрощенное и слишком гипертрофированное все-таки представление о том, что происходит. Не согласны с этим? Ну, понимаете, я все-таки считал, что вот и в Латвии, и на Украине все-таки политический строй – это фашин. Во-первых, русскоязычные граждане, которые здесь пожелают, являются людьми второго сорта, их школы уничтожают. Но их никто не уничтожает, давайте будем справедливы. На представителей левооппозиции фабрикуются и заводятся уголовные дела. Вот недавно были заведены уголовные дела, сфабрикованы на Юрия Алексеева, известного журналиста, бывшего офицера Советской Армии. Ему подкинули патроны, его там обвинили в критике существующего режима. Александра Гапоненко, доктора экономических наук, председателя Международной ассоциации русских общин, одного из основателей штаба русских школ. Вот я его очень хорошо знаю. Его, опять-таки, на него сфабриковали дело. Он сидел в тюрьме, его обвинили в шпионаже на Россию. А в тюрьмах, вот я сам сидел в тюрьме, инакомыслящих избивают, пытают. Тогда получается, что... То есть это фашизм. Это фашизм, вот как Гитлер в свое время тоже сначала, сначала, что же не было там какой-то агрессии, да, вот международной, когда вот ко власти пришел Гитлер, да, и не сразу была вот антисемитская политика, да, вот не с первых же дней. Не с первых же дней было, так скажем, начало Второй мировой войны, да, то есть все постепенно развивается. Но фашизм, да, он постепенно... Да, получается тогда, что... ...вот таких вот дискриминационных, античеловеческих вот шагов, да, законов, которые правящая вот клика, вот, в Латвии, в Украине, принимая уже Украину, уже вступила в следующую стадию. Это уже эмпиристическая агрессия, да, вот, уничтожаться с помощью пушек, габы, с мирного населения Антонбада. Да, я хочу с вами подискутировать на эту тему. Да, господин Бенос, слышите ли вы нас? Я хочу с вами подискутировать в этом смысле, потому что, описывая ту ситуацию, которую вы сейчас описали, вы говорите в том числе и о России, ведь там тоже есть политические дела, там тоже есть политические заключённые, соответственно, мы можем тогда, делая вывод из ваших слов, говорить о том, что Россия, в которой вы... Я не знаю, вы сейчас в России или сейчас где находитесь? Да, где вы находитесь? Сейчас не нахожусь, а в Москве... Да, то есть, получается, вы находитесь тоже в стране, в которой есть фашизм, потому что там есть все то же самое, что вы описали, приведя в пример. Понимаете, я вам скажу, в России в настоящее время разрешены коммунистические организации, как и в Европе, в России есть коммунистические партии, и Россия не преследует людей, не сажает их в тюрьмы, то есть не пытает их за то, что человек придерживается коммунистических взглядов, занимается какой-то программой и так далее, и так далее. Хотя есть определенные против отдельных активистов, заводятся дела, есть там и фабрикации каких-то. Есть дела сети, которые сейчас активно обсуждаются, в том числе и к фигурантам, и к словам применялись пытки. Нет вот такого массового, и в Великобритании тоже такое существует, и во Франции, везде есть какие-то репетиции, политические репетиции, но не надо путать, просто политические репрессии, в каких-то отдельных, неугодных, может быть, правящую классу лиц, то есть это одно. А другое дело, это полный запрет на определенную идеологию, лево, вот как я это вижу, вот как я это вижу. То есть вы понимаете, коммунисты, люди, придерживающие левых взглядов, это определенная, так скажем, это определенная социально-политическая группа. И вот именно эта группа, вот такой тотальной дискриминации, она вне запретов в России. Да, есть уголовные дела против таких-то отдельных лиц. Но, тем не менее, продолжая эту дискуссию и обмен аргументами. Да, именно о Латвии, об Украине, о Литве, об Эстонии. Смотрите, продолжая обмен аргументами, то, что вы сейчас находитесь у нас в прямом эфире, и никто за нами пока еще не пришел. Да, Украина, она является, как мы знаем, фашистским государством, поскольку, смотрите, во-первых, прослабляется, идет главарификация вот этих вот бандеровцев, да, которые, допустим, улицы названы в Киеве и в ряде городов в честь фашистских коллаборационистов. Да, там Шушкевич, Степан Бандера, да, Стецко, Мельник и так далее, так далее. Допустим, Бандера является героем Украины, да, и даже сам Зеленский, да, несмотря на свою несколько более миролюбивую литурику, нежели у шоколадного фюрера Петра Порошенко, да, вот, конкретно, Зеленский сказал, что Бандера – это герой Украины, поскольку он якобы боролся за независимость Украины, и также вот Зеленский во время своей предвыборной кампании фотографировался с боевиками националистических, кстати, запрещенных в ряде европейских государств, и даже там вопрос стоит о запрете в Соединенных Штатах Америки вот ряда группировок, такие как там Азов, Айдар и так далее, он с ними вместе фотографировался с оружием в руках, и после того, как его избрали, он хвалил националистические батальоны за то, что они за него голосовали, да, и, как мы знаем, на Украине каждый год проходят вот фахельные шествия, да, в которых участвуют националистические группировки, которые, и есть некоторые националисты, которые с трибунной рады, да, называют русских людей генетическим мусором, людьми второго сорта, колорадами, да, то есть вот украинский националист нас вообще назвал там паранокопытными, да, и вообще нас надо уничтожать, нас надо разбомбить, вот некоторые украинские философы говорят, что вообще даже не нужны, там, какие-то там эртинические чистки, а просто надо всех жителей Донбасса разбомбить. И, например, мы также знаем, что день, вот, раньше день защитника Отечества был, ну, на Украине, как, как, вот, на сегодняшний день в России, да, это правильный день Советской Армии и военно-морского флова, он правильный тоже 20 февраля, и вот, когда ко власти пришла фашистская пункта, да, вот этот день был перенесен, по-моему, на середину октября, по-моему, на 14 февраля, это день рождения вот этой вот фашистской армии УПА, да, которая сотрудничала с Гитлером, которая расстрелила Евреев. Да, Бенес, давайте будем... Так вот, в Латвии то же самое, понимаете, в Латвии то же самое. В Латвии такие же фашисты, такие же коллаборационисты, вот, в частности, известные Цукурс, Арайс, они являются героями, да, и ежегодно 16 апреля... 16 марта. Да, давайте попробуем вести диалог, чтобы вы нас тоже слышали, и мы вас слышали, и у нас был обмен репликами, мы не можем давать вам такие длинные монологи, чтобы у нас все-таки был... Просто вы просили так аргументированно объяснить, да, ну, я считаю... Сейчас я попробую с вами подискутировать в рамках этой истории, потому что вы как раз употребляете много таких, на мой взгляд, ярлыков, и вот как раз о фашизме и нацизме в Латвии. Вот тот факт, что вы сейчас выступаете у нас в прямом эфире, и у вас есть такая возможность, и у нас есть такая возможность разговаривать с вами, и за нами пока еще никто не пришел. То есть все-таки, на мой взгляд, это как раз свидетельствует о том, что никакого фашистского или нацистского режима в Латвии нет, при всех проблемах, которые у нас, безусловно, нет. Я сейчас нахожусь в России, извините, я сейчас... Да, но мы не могли бы, наверное, дать при фашистском режиме вам слово. ...государством, и Россия выступает за многополярное устройство мира, да. Я коммунист, да, безусловно, я выступал против буржуазного строя в любом постсоветском государстве, Латвия, Литва, Россия и так далее. Я выступал за пространение социализма, но и восстановление СССР, но все-таки не надо путать Россию, да, которая является государством антифашистским и выступает за многополярное устройство мира, которая борется с терроризмом ИГИЛ, за которыми стоят США и Турция в Сирии, которая помогает молодым республикам ДНР и ЛНР, бороться, вот, политическим, при помощи политических средств, вот. Да, Баян, давайте принимать звонки, много у нас радиослушателей на линии. Это антифашистское государство, да? Давайте, господина, давайте примем звонок, радиослушатели на линии, здравствуйте. Я не могу в России, я нахожусь в Москве, я не вожусь в Ланке. Если я был бы сейчас в Москве, меня бы посадили. Да, мы слушаем вас. Задавайте вопрос. Добрый день. Добрый. Мы наблюдали, как развивались события на Украине. И что нам... Два вопроса. Что надо делать в Латвии, если будет то же самое, да? Вот, когда надо начать сопротивляться, либо ждать чего-то. И второй вопрос. Сколько иностранцев из Америки, из Канады, из Франции, в Донбассе? Кто защищает Донбасс? Сколько иностранцев? Можете сказать? Да, сколько иностранцев защищает Донбасс, как спросил Рыгарх. Ну, 99% защитников Донбасса – это местные жители, родившиеся в Донбассе еще во времена Украины, да, или приехавшие защищать Донбасс из Харькова, из... Кто-то приехал из Киева, кто-то приехал из Николаева, из Одессы, да. В основном это шахтеры, это, так скажем, водители транспорта, это металлурги, работники металлургических различного рода предприятий, заводов, фабрик, есть там и крестьяне и так далее. Но есть небольшое количество иностранных добровольцев, в основном придерживающихся левых взглядов, коммунистов, антифашистов, есть ребята из России, вот, из Латвии несколько человек, есть из Литвы, вот, я служил вместе с одним человеком из Литвы, служил с одним человеком из Эстонии, есть из Соединенных Штатов Америки, знаменитый Техас, да, то есть есть из Великобритании, вот, Бен, да, который, Бен Стимсон, вот, он несколько лет назад, мы ему говорили, что опасно возвращаться, он вернулся в Великобританию, в аэропорту Манчестера, его схватили, и он арестован, вот, он был арестован, ему дали пять лет за участие в террористической деятельности, да, Греция, Сербия, Белоруссия, то есть есть из африканских республик, да, то есть ребята, которые учились, да, в различных вузах Донецка и Луганска, да, приехав из африканских стран, да, то есть они остались, несмотря на то, что началась война, и вступили в ряды народной милиции, то есть армии Луганской и Донецкой народных республик, вот. Есть человек, я слышал, из Афганистана, из большинства постсоветских республик, и Киргизия, и Узбекистан, Таджикистан, Болгария, вот. Из Германии есть несколько человек. Ну, вот в ДНР... Ну, примерно несколько, один-два процента этих добровольцев. Самопровозглашённый ДНР был задержан один из латвийцев по фамилии Веселов, его обвинили в шпионаже в пользу Латвии, присудили большой срок на территории самопровозглашённой республики. Что вам известно об этом деле, и как вы можете его прокомментировать? Валентин Веселов, я очень хорошо знал Валентина Веселова, да, это известный журналист, который работал, в частности, в русскоязычной газете «Вести сегодня» в Латвии, да, он защищал права русскоязычных, участвовал в штабе защиты русских школ, да, был охранником на ряде наших митингов, да, мы требовали у латвийского правительства прекратить перевод школ с русским языком обучения на латвийский язык, да, то есть вот. И он в ЛНР, он приехал в ЛНР летом 2014 года, да, сначала он служил в батальоне, в боевом батальоне Бэтмена, да, он был стрелком, а также корреспондентом, и позже при Игоре Плотницком, да, вот когда Игорь Плотницкий был главой, он устроился как опытный журналист в Министерстве информации, он не говорил, вот, он там работал, да, и он организовал интервью со мной на, сейчас скажу, на Успенском полигоне, да, когда я служил во втором бригаде в самогонно-галбочном дивизионе, да, и в присутствии представителей корпуса народной милиции ЛНР, да, шли съемки, вот я, ну, рассказывал о том, как мы воюем, и, ну, кратко рассказывал о политической ситуации на Украине, в Донбассе и так далее, да, также он, ну, вот я его знаю как честного, порядочного борца, да, борца против бандеровщины, против фашизма, защитника Луганской Народной Республики. Но он был агентом, как вы считаете, российской полиции? Нет, нет, сто процентов, нет, нет, сто процентов, я знаю этого человека как кристально чистого, идейного борца, я много с ним беседовал на политические темы, да, он, кстати, со мной вместе на одном курсе учился в Луганском государственном университете на факультете политологии, да, вот я получил степень магистра в девятнадцатом году, а он только бакалавра, поскольку когда он был арестован, он не смог продолжать учебу, да, и, ну, очень часто в университете мы вместе экзамен сдавали, часто общались, да, то есть он предлагал мне принять участие в различных антифашистских проектах, там, в каких-то съемках, да, то есть регулярно писал статьи, в том числе в Латвии публиковал о боевых действиях. Почему его подсадили, как вы считаете? Ну, английский, то есть я сто процентов уверен, да, в том, что Валентин Веселов, ну, не является, там, агентом латвийской связи, как вот записано в его деле, да, якобы Валентин Веселов, якобы он Латвии каким-то образом передавал информацию о политической, экономической ситуации в Луганской народной университете, ну, это полная чушь, да, какая там может быть секретная информация? Вообще мы знаем об экономике ЛНР, да, все мы знаем, кто там находится у власти. Хоть и секретной информации, да, он не знал и не мог знать, да, то есть, вот. Почему его тогда посадили, вот как вы считаете? Понимаете, я не юрист, да, я не юрист, там, не свидетель, но я вот голову готов дать на течение, что это честный, чисто, кристально чистый человек, и я считал, что должна быть подана апелляция, да, вот, и я уверен, что он, если его дело будет тщательно рассмотрено, да, будут привлечены опытные юристы, адвокаты, в том числе из России, да, вот я делал по этому поводу, как вы знаете, заявление, я писал статьи и обращался к правоохранительным органам России, я еще раз хочу к ним обратиться и попросить расследовать, да, можно организовать вот такое международное расследование этого дела, да, и вот, ну, признаю, потому что я у 40% уверен, что он невиновен, и он не сливал никакую там информацию Латвии, да, ну, это глупо, тем более Латвия, понимаете, Латвия, ну, это маленькая республика, и ей, как бы, ее мало интересует, что там происходит в ДНР, ЛНР, вы же сами прекрасно знаете, что, ну, эта информация интересует больше Украину, да, и, как мы знаем, каждый год по 3-4 человека арестовываются, да, и привлекаются уголовные ответственности людей, которые, так скажем, стучат СБУ, да, там, и сливают какую-то информацию, да, и гораздо, ну, удобнее СБУ использовать вот этих людей, да, часть украинцев, поскольку мы знаем, примерно 1% населения, да, все-таки сочувствуют Украине, да, которые живут в ЛНР, ДНР, да, есть, есть, там, агенты СБУ, есть, есть небольшое количество, 1-0,5%, да, они привлекаются к уголовной ответственности, поэтому гораздо легче, ну, для избушки, для Украины их использовать, да, для того, чтобы какую-то информацию узнавать о расположении, там, войск, ДНР, ЛНР, да, и так далее, и так далее, нежели гражданина Латвии, за которым, как мы, на которой работали в Министерстве информации, да, впоследствии он работал, он был, он получил должность капитана, да, он мне даже свою кси, вот, да, вот, мы с ним встречались в последний раз, по-моему, в 17-м году в батальоне Захара Прилепина, вот, я тогда служил, я служил полгода в этом батальоне, вот, в расположении гостиницы «Пага», да, там, он приезжал, там, еще с сотрудницей, да, то есть он работал, с сотрудницей, по-моему, комендатуры, он работал в спецгруппе «Зубар», да, то есть был капитаном, там, и отвечал за безопасность, я думаю, такой человек, да, который, к тому же является гражданином Латвии, но за ним особо наблюдение, это совершенно тупо, да, причем говорят, что он это делал за деньги, да, ну, извините меня, Вы в своих выступлениях говорите о том, что Донбасс, по вашему мнению, войдет в Новороссию и станет частью русского мира, и нередко вы это, скажем так, пропагандируете в массах. Я в этом уверен. Что, если этого не случится? Вы видите альтернативный сценарий развития событий? Видите ли вы альтернативный сценарий развития событий, если все-таки Россия никоим образом не станет связывать себя с Донбассом, ну, и вообще, как могут развиваться события, если этого не произойдет, того, о чем вы говорите, выступая на митингах с эмоциональными речами? Ну, понимаете, я думаю, что это, скорее всего, произойдет, поскольку, как вы знаете, еще в прошлом году Владимир Путин принял решение о наделении нас российскими паспортами, да. Во-вторых, у нас российское время, у нас российские производственные и образовательные стандарты, у нас ходит российский рубль, да, вот, недавно было принято решение, вот, Народным Советом ДНР отменить статус украинского языка как государственного, а теперь у нас только русский язык государственный, да. У нас налажены тесные интеграционные контакты и связи с различными российскими предприятиями. К нам постоянно едут представители Государственной Думы из России, тот же Казбек Тайсаев, он является официальным куратором ДНР и ЛНР от Коммунистической партии Российской Федерации, да, и вообще от всей Госдумы России, да. Наши лидеры, наши военнослужащие, да, вот, едут в Россию с митингом. Вот вчера во время митинга КПРФ, да, в честь Дня Советской Армии военно-морского флота у нас выступал командир одного из подразделений Луганской Народной Республики, коммунист, да. Вот сейчас, даже если люди не получили российский паспорт, имеют только паспорта ДНР и ЛНР, они имеют право, да, без визы ехать здесь в Россию и, имея патент и регистрацию, да, официально в России работать. То есть, ну, поэтому я уверен, что все идет к интеграции. Интеграция неизбежна, то есть неизбежно воссоединение. Но, к сожалению, произойдет это не сегодня и не завтра, да. Да, это процесс довольно медленный, а и в это время, да, идут боевые действия, да. Бандеровская хунта, несмотря вот на прошедшую встречу нормандской четверки, вот, в декабре, да, несмотря на то, что вот и министр обороны Украины Загороднюк, и сам Зеленский обещали, что все боевые действия будут полностью прекращены с 1 января 2020 года, да, вот прошел обмен пленом, были отведены войска там в Петровском, в Золотом, на Станисо-Луганске еще летом. Несмотря на это, да, вот, как вы слышите по СМИ, да, и вот, как мне мои товарищи сообщают, да, постоянно обстрелы, да, вот сейчас обстрелены в Луганской Народной Республике, да, вот, там, несколько дней тому назад были обстрелы из тяжелой артиллерии, из минометов, да, да, более 50 мин были выпущены со стороны ВСУшников, да, там, 93-я бригада. Да, Борис, давайте примем звонок у нас радиоотслужащий на линии. Давайте примем звонок, господина, слышите ли вы нас? Я требую, мы, все коммунистические и левые партии движения, как России, как ЛНР, ДНР, так и всего постсоветского пространства, а также многих стран дальнего зарубежья, все мы требуем, компартии Италии, Франции. Да, Борис, у нас радиоотслужащий на линии, да, слушаем вас, говорите, пожалуйста. Чтобы быстрее признать независимость Луганской и Донецкой народных республик и вести миротворцев для защиты соотечества. Да, Борис, звонок. Да, давайте послушаем радиоослушателя. Господина, давайте послушаем, что говорит нам радиоослушатель, он хочет задать вам вопрос. Здравствуйте, да. Добрый день. Да, Александр, слушаем вас. Александр, Геннад, вас называют Черным Лениным. Высокое звание вы такое носите. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете работы Ленина для современного периода? Они актуальны? Или, как некоторые говорят, что это уже все старье и все забыто? Из ленинских позиций, как вы оцениваете политический режим и его будущее в России? Вам гражданство дадут там или нет? Да, спасибо. Вы политического убежища попросили в России, насколько нам известно. Да, да, я получил у России политическое убежище, да, вот в связи с тем, что Латвия, вот, я об этом узнал, да, только во время моего временного ареста в Урдаме, да, Архангельская область, да, я узнал о том, что на меня, меня Латвия подала в международный розыск по линии Интерпола, да, то есть вот в связи с вышеперечисленными, но ранее, так скажем, с точки зрения Латвии, уголовно-политическими преступлениями, да, вот. Да, про Ленина спрашивают наши диаслушатели и про то, как вы оцениваете политическую вообще жизнь российскую. Да, про Ленина, ну, что касается российского политического режима, да, я бы его охарактеризовал как государственно-монополистический капитализм, да, государственно-монополистический капитализм, вот, наблюдается тесная смычка государственного аппарата, да, с крупнейшими промышленными предприятиями, с крупнейшими компаниями, да, вот. Мы знаем о таких компаниях, там, часть собственности является государственной, часть частной, да, вот. И в настоящее время в России наблюдается тяжелая экономическая обстановка, да, более 60% населения, вот, даже по данным Росстата официально находится за чертой бедности. 1% российского населения, в основном это миллионеры и миллионеры, владеют более 80% всех российских богатств, ресурсов, фондов, да, фабрик, заводов и так далее, так далее. То есть это вопиющее неравенство, вот, ну, как мы видим, типичный капитализм, да, типичный капитализм, да, вот. Но вы считаете, что идеи коммунизма, о которых вы говорите, они близки российскому народу и нужны ли они, востребованы, вы думаете? Как вы думаете? Так, ну, вы знаете, что впервые, да, вот, во всем мире первая успешная социалистическая революция, вот, в 1918 году, в октябре, произошла именно в России, да, то есть, потому что именно для русского народа, русских трудящихся, характерны такие черты, как коллективизм, да, как соборность, как почитание авторитетов, да, как примат бытия над бытом, да, И вот именно поэтому здесь, а также ввиду особых сложившихся обстоятельств, да, произошла вот эта вот первая, мы построили успешное социалистическое государство, Советский Союз, да, который, как мы знаем, по темпам развития, да, развивался быстрее в шесть раз, нежели буржуазное государство, да, впервые в Советском Союзе был, человек полетел в космос, Юрий Алексеевич Гагарин, да, впервые был, была создана атомная электростанция, да, впервые был создан атомный ледокол, да, то есть термоядерное оружие у нас было создано, да, у нас была, была на прекрасном уровне развита наука, искусство. Но, тем не менее, СССР развалился... Если он был так успешен, как вы говорите, то почему он развалился? Это произошло именно благодаря особым, особенностям, ментальности русского народа, да, то есть, как говорят... Да, господина, если Советский Союз был так успешен, о чем вы говорите, приводя в пример достижения, которые, безусловно, имеют место быть, почему же он развалился тогда? Почему Советский Союз развалился? Ну, опять-таки, да, вот человек спрашивал, да, если обращаться к работам Ленина, да, то поздний Ленин еще в 24-м году говорил, что он видит несколько проблем, да, вот, которые... Вместе к падению социализма, да, это коррупция и бюрократия, да, уже в период позднего Ленина, да, они начали постепенно развиваться, да, еще Лев Троцкий чувствовал, да, так скажем, он говорил о таких проблемах, как о буржуазивании, да, о буржуазивании аппарата партии, да, об отрыве... Партии от масс, об отрыве аппарата партии от самой партии, да, и об отрыве руководящих, да, членов партии, так скажем, среднего или пожилого возраста от молодежи, да, и в частности, мы знаем, что вот уже во время позднего Ленина, уже при Сталине, да, и Сталин, кстати, говорил, что он вот ненавидит эту партию, ну, зажравшуюся кассу, да, появились спецпайки, да, особенно это развелось при Брежневе, при Хрущеве, некоторые партийные лидеры жили в дачах, там получали очень хорошие зарплаты, да, А на благосостояние народа им было наплевать, да, то есть, и таким образом они решили конвертировать всю эту собственность, да, все эти возможности, да, спецпайки, дачи и так далее, так далее, конвертировать вот свою власть, да, в собственность. И таким образом, кто развалил Советский Союз, именно крупнейшие, так сказать, партийные политические лидеры, там, Ельцин, социалистического лагеря, социалистические державы, да, чтобы стать, вот, если взять, допустим, крупнейших, там, премьер-министров, крупнейших, там, президентов, Франции, Великобритании, США, тот же Трамп, тот же Обама. Поняли вашу мысль, очень много вопросов, очень мало времени, да, давайте примем звонок. Так, к сожалению, ограничено время, мы примем звонок, очень мало времени, да, мы слушаем вас задавать вопрос. Алло? Да, слушаем вас. Здравствуйте, Алина. Будьте добры, это вдогонку к вопросу, который Анна задала, почему же развалился Советский Союз, а вот, может быть, можно объяснить, почему развалилась великая, богатейшая, морская держава, Британия? От нее остался один островочек. Да, ну, колониальная, ну, не один там, конечно, но, тем не менее. Да, Беннесс, мы попросим вас коротко отвечать по возможности, чтобы успели. Да, если вы так коротко попросили вас. Ну, понятно, колониальная страна, которая осуществляла, да, беспощадную эксплуатацию, захват и прямую агрессию в отношении, так скажем, стран третьего мира, выкачивала из них всех богат, все богатства, да, вот, как мы знаем, рабов из стран Африки использовала в качестве дармового труда, да, и, безусловно, все это неизвестно. Неизбежно привело к необратимым противоречиям, противоречиям между империалистическими, с другими странами, да, противоречиям между английскими, трудящимися и правящим классом, да, то есть с различного рода восстаниями, да, там, в тех же странах третьего мира, которые входили в Британскую империю. Возможно, ту же борьбу, там, и в Индии, там, и так далее, и так далее. Да, еще звонок примем, мы поняли, поняли. Это неизбежный расклад эмпиристической, буржуазной, да, империи, да. Да, у нас радиослушатель на линии. Добрый день, Александр. Да, слушаем вас, давайте вопрос. Не боится, что вы с Беннессом вообще комментарии-то ведете? Нет, мы не боимся. Ну, если мы ведем интервью, то, наверное, мы не боимся. Да, ну ладно, хорошо. Значит, я поддержу человека этого с точки зрения, он говорит на 70% правду, это правда, но Советский Союз еще не только из-за этого развалился. Да, давайте мы не будем сейчас рассуждать, у нас там три минуты осталось. Беннесс, еще один вопрос, поскольку вы участвовали в боевых действиях, вам приходилось убивать людей? Да, да, мы, мы, я в частности служил в минометной батарее, да, я служил в самоходно-гаубичном дивизионом, я был также стрелком, да, АК-74, я был пулеметчиком, да, То есть на ваших руках есть кровь, да, если так говорить? Да, приходилось, приходилось, приходилось стрелять по, так скажем, ну смотрите, если брать, если брать артиллерию, да, то, как вы знаете, мы работали с большого расстояния, да, и что там произошло конкретно нам не говорили, но нам сообщали наши командиры, да, о том, что где-то успешно был уничтожен какой-то объект. Например, склад с оружием, да, бандеровских карателей, либо какой-то мост, да, который используется их вооруженными силами, вот, а что же касается стрелкового оружия, да, то, вот, ну в основном сейчас, как вы знаете, идут позиционные, позиционные бои, да, и вот на тех направлениях, на которых я работал, да, в основном мы стреляли по, по зеленке, да, то есть вот в направлении там маскировочной сетки, где находится противник, да, поэтому сказать, был ли убит кто-то или нет, да, вот во время этой стрельбы я не могу. То есть непосредственно с человеческой смертью вы не сталкивались? Контактного боя, да, в таких контактных боях, контактных боях, да, которые, допустим, были, вот, там, июнь-юль 2014 года я не принимал, да, поскольку, как вы знаете, я был депортирован, я был депортирован с территории, да, еще тогда, ну да, я был депортирован с территории Украины, да, вот, бандеровцами, да, куда я вот попал и пытался пробраться в Донецк, да, то есть до этого я был один раз депортирован из Латвии, да, из Латвии в Великобританию, да, то есть, вот, и потом меня жители ДНР и ЛНР, да, попросили вернуться и принять участие в референдуме, который был назначен на 11 мая 2014 года. Ну, у вас конфликта с совестью не возникает, учитывая, что люди могли быть убиты? Донецк, но меня задержали, да, на территории Украины, ну, через территорию Украины, да, и меня, ну, тогда уже было, тогда уже было 6-7 апреля провозглашена, официально провозглашение независимости, была декларация о суверенитете, но еще не было референдуме, то есть, были ДНР и ЛНР, но еще не было, они не были признаны большинством народа, и вот я хотел попасть на референдуме, поэтому у меня в мае Да, вот это было в мае, меня вот на территории, на территории, ну, это была Луганская область, да, меня схватили украинские там силовики, и потом через какое-то время Сначала я был, находился в течение недели, там вот, я был как бы как военнопленный, на голову в Коаксе под Харьковом, потом меня депортировали в Латвию, да, и в Латвии меня арестовали, посадили в тюрьму на два месяца, еще я пару месяцев находился под полицейским контролем, да, и поэтому Прибыть Уже через Изварина, да, через Северную Россию, когда уже были, так скажем, признаны, уже существовала вот эта вот граница на Изварина между Россией, ЛНР и ДНР, да, то есть я смог Только, только в конце, да, в конце октября, в конце октября 2014 года, и я сразу же Стал служить в самоходно-галбищном дивизионе 2-й бригаде в Луганской Народной Республике, поскольку туда меня, там служила как раз вот группа активистов другой России под руководством Сергея Фомченкова, у МИЧа, вот То есть можно сказать, что вам повезло, да, вы избежали контактного боя, и таким образом вам не пришлось никого убивать непосредственно Да, вот именно в контактных, да, я говорю, да, в контактных таких боях я не участвовал, в которых были лет, да, вот таким образом, вот То есть вы не видели того, кого вы могли убить? Ну, вы кого-то могли убить, но, судя по всему, при артиллерии Ну, я видел, я видел вдали, да, да, допустим, ну, с расстояния, там, ну, вот на некоторых позициях, да, от украинских карателей мы были на расстоянии где-то 400-500 метров, да, и с помощью спецсредств, да, иногда приходилось видеть, но, опять-таки, это уже был период перемирия, да, это был 15-й, 16-й, 17-й год, да, и просто так, ну, мы не стреляем, тем более я не снайка Спасибо вам, да, спасибо Айо Бенес, Бенес Айо был у нас на прямой связи, это была программа «Абонент доступен», эфир Провеляна Смирнова Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев, спасибо вам, всего доброго и до свидания Субтитры создавал DimaTorzok